Речь пойдет об очередном синтетическом аналоге витамина при псориазе. Не очень понятна такая рьяность использовать синтетику, когда в продуктах питания есть все, что необходимо человеку. Неотигазон. Разбираем его сегодня с Ириной Ермолаевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей. Начнем? Начнем. Приступив к изучению препарата капсулу неотигазона, мы видим, и все источники говорят о том, что активное вещество неотигазона, ацетретин, наименее токсичное из-за того, что крайне быстро вводится из организма. Его частые осложнения терпимы по сравнению с состоянием псориаза. Неотигазон – аналог ретинола, который очень много в говяжьей печени, желках яиц, в жирной рыбе и подобных продуктах. Ничто вас не останавливает восполнить ретинол продуктами питания. Структура синтетических витаминов сильно отличается от тех, что вы получаете с продуктами питания. У неотигазона, на наш взгляд, один из самых страшных побочных действий – это уродство и нарушение развития эмбриона. Да, неотигазон противопоказан для беременных, а еще он вызывает те же нарушения, если девушка захочет ребенка в течение двух лет после курса неотигазона. В принципе, если ретинол полезен для лечения псориаза, и он восполняет один из дефицитов, зачем отравлять организм синтетическим ацетритином? Витамин А или ретинол очень полезен для организма, но существует его усовершенствованная формула, то есть его аналог – ацетритин, который более лучше усваивается и работает на дерматологических больных. Допустим. Псориаз – это аутоиммунное заболевание, при котором наблюдается весомый дефицит питательных веществ, источником которых являются животные жиры. Проблема в том, что устарелая точка зрения на правильное питание далека от реальности. Клетки тела состоят из белков и жиров, и как бы вы ни хотели, у вас не получится заменить жиры растительным источником. Как минимум, это невозможно, потому что у человека нет механизма для их усваивания, в отличие от коз или жирафов. Если мы говорим о дефицитных состояниях организма, недостаток витамина А, то лучше восполнять его, конечно, продуктами, которые мы употребляем в пищу. Если мы говорим о каких-то патологических состояниях, и нам помогает в этом случае витамин А, тогда можно будет употреблять его синтетический аналог. Допустим. Неотигазон нельзя принимать, если у человека тяжелая печеночная и почечная недостаточность. Он может в некоторых случаях довести до желтухи. Назначение неотигазона обязан прописывать только врач с опытом его применения. Необходимо сдавать анализы на состояние печени каждые несколько недель, чтобы исключить ее разрушение и успеть отменить неотигазон. А значит, при длинном курсе приема неотигазона существует значительная опасность разрушения печени. При этом он применяется только длительными курсами. Интересный факт. Почти у каждого пациента с псориазом нарушены функции печени. Значит, если у вас псориаз, ваша печень страдает и не способна выполнять все свои задачи. Прием неотигазона будет значительно опаснее, так как ваша печень и так далеко не в лучшем состоянии. Для лечения псориаза в современной дерматологии применяются более усовершенственные препараты. Но если вам все-таки назначили данный препарат, который содержит синтетический аналог витамина А, нужно учитывать возможный риск и пользу данного препарата. Поэтому следует обязательно обратиться за помощью к врачу-дерматологу. Стоит ли разрушать печень ради временного облегчения симптома псориаза, который гарантированно вернется? На это у вас может возникнуть встречный вопрос. А что же тогда делать, если вы вроде бы и правильно питаетесь? Но у вас, тем не менее, присутствует дефицит витамина А. Допустим, вы скорректировали свои пищевые предпочтения, и в вашем питании уже больше животных жиров. Обычно для того, чтобы их усвоить, вам необходимо правильная кислотность желудки и достаточное количество желчи. При псориазе и пониженной функции печени у вас, скорее всего, не хватает желчи. И поэтому вы не усваиваете жирорастворимые витамины. Для того, чтобы помочь печени в первое время усвоить и восполнить питательные вещества, врач должен прописать вам урсодезоксихолевую кислоту. Об этой урсодезоксихолевой кислоте очень интересно рассказывает профессор Махов. Урсодезоксихолевая кислота нетоксичная. Расчет ее приема в сутки идет от 10-15 мг на килограмм тела. Она вытесняет токсичные желчные кислоты и понижает воспаление. У ДХК решает проблему холестаза. Это когда желчь остается в печени, а затем билирубин попадает в кровь. У ДХК используют при лечении гепатита, алкогольного гепатита. Она поворачивает спять желчекаменную болезнь. И, наконец, она помогает усваивать жирорастворимые витамины и незаменимые жирные кислоты, обходя рецепторы к витамину Д, когда в них развита невосприимчивость к нему. Витамин Д – это самый первый витамин, которого не хватает при псориазе. По последним данным стало известно, что у больных с псориазом наблюдается недостаток или дефицит витаминов А и Д, которые являются жирорастворимыми. Для усиления всасывания, для лучшей абсорбции применяются кислоты, о которых вы сегодня рассказали. Но перед началом их применения советую обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Спасибо, Ирина. Лечите псориаз комплексно, а не только кремами и мазями. Тогда есть вероятность достигнуть полного излечения. Говорили сегодня о неотегазоне. А использовать ли при лечении какое-то конкретное вещество – это всегда ваш выбор. Это ваше здоровье и это ваша жизнь. Заботьтесь о себе. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok